Чага. Чагой называют черный или коричневый гриб-паразит на коре деревьев. Увидеть его можно на клёне, ольхе, рябине, но полезными свойствами обладает только березовый нарост. Собирать чагу можно в любое время года, но лучше в период отсутствия листвы осенью или зимой. К тому же, в это время гриб считается максимально биологически активным. Высушенную чагу хранят в сухих мешках или ящиках не более двух лет. Целебные свойства березового гриба объясняются его уникальным составом. Бетулиновая кислота, присутствующая в чаге, богата широким спектром полезных свойств и обладает противоопухолевым эффектом. Богата чага и витаминами разных групп. Ретинол помогает сохранить зрение на долгие годы, фолиевая кислота необходима беременным женщинам, так как отвечает за формирование нервной системы плода. В народной медицине чагу применяют для лечения некоторых видов гастритов. Экстракт чаги является основным компонентом для повышения иммунитета и лечения гастритов, язв желудка и двенадцатиперстной кишки. В готовом виде чагу можно приобрести в следующих формах – фиточай, сушеная чага в пачках, а также масло чаги. В фитотерапии чагу используют как общеукрепляющее и противовоспалительное средство при заболеваниях ЖКТ, как симптоматическое средство при опухолях различной локализации. При лечении чагой больным рекомендуют отказаться от вредной пищи. Чагу используют для лечения эндометриозов, миом и эрозии матки. Доказано, что вещества и микроэлементы в составе чаги положительно влияют на потенцию и продлевают мужское здоровье. Гриб регулирует уровень гормонов, повышает либидо и повышает выносливость при физических нагрузках. Препараты чаги используют и для лечения заболеваний полости рта, закладывая в карманы десны или принимая внутрь. Употребление чаги совмещают с полосканием проблемных зон. При гингивите и парадонтозе ватные тампоны смачивают в теплом отваре березового гриба и на 10 минут прикладывают к деснам. Чага дает результаты при лечении псориазов, экзем и других кожных заболеваний, особенно она эффективна, если патологии кожи сочетаются с воспалительными заболеваниями ЖКТ, печени и желчеводелительной системы. Препараты чаги также используют для борьбы с герпесом, папилломами, хламидиями и мекоплазмами. Несмотря на множество полезных свойств, неправильное употребление чаги может нанести вред организму. Как правило, это проявляется аллергическими реакциями с сыпью, покраснениями и раздражениями кожи. Нельзя использовать чагу при преневрологических заболеваниях, при дизентерии, при колитах и при аллергии на компоненты чаги. Настой из чаги. Одну столовую ложку измельченной чаги залить двумя стаканами теплой кипяченой воды и дать настояться 2 часа. Настой можно хранить несколько дней. При язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Настой принимать по одной столовой ложке три раза в день за полчаса до еды.